На ледовой арене «Зенит» прошел турнир по хоккею с мячом. Второй год его посвящают памяти люберецкого спортсмена, ветераны группы «А» Юрия Новикова. Более четверти века он играл за Томилинский клуб «Урожай». Тему продолжит наш корреспондент. Юрий Новиков ушел из жизни в конце ноября 2019 года во время матча, который проводили в Купавне в рамках чемпионата Московской области по хоккею с мячом. В тот день, как и 30 лет назад, многие из участников сегодняшней игры были с ним в одной команде. Благодаря им этот турнир и состоялся. Мы организовали его совместно с его сослуживцами, которые тоже чтят его память. Решили сделать традиционным в памяти Юрия Ивановича Новикова, с которым мы не один год играли вместе. Сначала он играл за орбиту Держинский, а потом стал играть за «Урожай» Томилина. В игре приняли участие команда из Люберец и Королева. Вместе с хоккеистами на матче присутствовали сослуживцы Юрия Новикова, ветераны спецподразделения «Альфа». В группу А 7-го управления КГБ СССР Юрий Иванович был зачислен в 1982 году. Он был замечательным спецназовцем, очень хорошим спортсменом. Поступал за сборную ветеранов по футболу и просто как человек был замечательный. У него была хорошая семья и сегодня она присутствует на этом турнире. Вот такие люди, как Юрий Иванович Новиков, они навсегда останутся в наших сердцах и в нашей памяти. Они этого достойны. Спорт и семья были главными в жизни Юрия Новикова. Об этом вспоминают и его родные. Это очень приятно, что не забывают, что помнят. И хочется сказать большое спасибо на самом деле за такой проведенный турнир. Большое благодарность за память. Видно, что ребята дружные, видно, что ребята помнят, любят. Все его любили. Большое спасибо, что все, кто откликнулся, что приняли участие в этом турнире. Нам очень приятно. Он был спортсменом до мозга кости, от рождения до последнего своего года. И даже умер он на льду, поэтому символично, что во время игры так и все. По результатам турнира третье место заняла Люберецкая команда «Урожай-2». Серебряным призером стал «Вымпел» из Королева, а звание чемпиона завоевал «Тамилинский урожай». Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.